В Подмосковье прошел третий всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Организаторы мероприятия Минэкономразвития Российской Федерации в партнерстве с правительством Московской области и ПАО «Промсвязьбанк». На площадке проведения форума работала Луиза Егязарян. Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественных и коммерческих организаций, а также крупнейших банков страны. Двухдневный форум собрал на одной площадке более 400 человек из 85 регионов. Это уже третья встреча, объединяющая российские организации инфраструктуры поддержки предпринимательства. За последние три года мы, конечно же, все столкнулись с вызовами, с которыми раньше не работали. Это и распространение коронавирусной инфекции, что уже кажется нам ментально в прошлом. Это эпидемиологические ограничения, санкции. В прошлом году это проблема логистических цепочек, вообще перенастройка экспорта. И тем не менее, мы видим поступательное развитие, поступательный рост. И числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, с учетом наемных работников, их уже почти 22 миллиона человек, это без учета самозанятых. Число самозанятых выросло в 4,5 раза и уже составляет более 6 миллионов человек. Эти цифры – результат целого комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Ключевую роль в развитии отрасли экономики сыграли центры «Мой бизнес», которые открываются по всей стране в рамках нацпроекта, инициированного президентом России. Изначально национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства был рассчитан на 5 лет. Он стартовал в 2019-м и уже в следующем году завершается срок его реализации. Одна из главных целей этого форума – определить дальнейшие шаги и выработать новые векторы поддержки бизнеса после нацпроекта. Центры «Мой бизнес» открыты в 84 субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день по всей стране работает более 400 офисов. Представители различных регионов поделились опытом с коллегами и презентовали свои проекты. Такие встречи дают нам создать такую модель работы в центрах «Мой бизнес», что предприниматели, обратившись к нам во фронт-офис, в абсолютно любом регионе чувствуют себя абсолютно одинаково. То есть это единые стандарты оказания услуг и высокая планка качества предоставляемых услуг для бизнеса. В Подмосковье информационную и консультационную поддержку предпринимателям отныне будут оказывать и региональный филиал «Ранхикс» совместно с Агентством инвестиционного развития Московской области. Представители сторон в торжественной обстановке подписали соглашение о сотрудничестве. У нас здесь свой стартап-площадка, где действительно наши студенты делают первоклассные проекты. И мы благодарны Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области, потому что они видели эти проекты и вот они провели инициативу, чтобы вот эти проекты нашли свое применение. Когда мы говорили о подписании соглашения с «Ранхикс», мы понимаем, что этот институт внесет в наше обучение много нового, положительного, и наши предприниматели и мы от этого только выиграем. В течение двух дней участники Всероссийского форума посетили несколько панельных сессий и на дискуссионных площадках обсуждали самые актуальные вопросы от эффективности господдержки и запуска образовательных проектов до борьбы с выгоранием и развитием лидерских качеств. Отдельной темой стал женский бизнес. Спикеры и слушатели озвучили свои предложения по перезапуску программы «Мама-предприниматель».